Компания Ford Motor еще в марте поставила на паузу совместный с группой Solar's завод в Елабуге, прекратив поставки компонентов, инженерную и IT-поддержку. Выждав полгода, американцы решили свою долю в СП, а это 49%, продать российскому партнеру по номинальной стоимости. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что иностранцы оставили себе опцион. В течение пяти лет Ford может выкупить имущество обратно, если, цитируем, глобальная ситуация изменится. Напомним, что нынешний уход Ford уже не первый. В 2019 году компания свернула в России продажи легковушек. В общей сложности от Ford осталось целых три завода. Самый старый во Всеволожской Ленинградской области простаивает с лета 2019-го. В прошлом году его купила корейская компания Sangwoo Hightech Rus, которая поставляет детали для Hyundai и собиралась с 2023 года выпускать обивку для сидений. Второй завод в Набережных Челнах. Это бывший КамАЗовский завод малолитражных автомобилей, выпускавший АКУ, затем Сангьонге, ФИАТа и, наконец, Форд Фиесту и Экоспорт. Сейчас завод принадлежит Солерсу и тоже пустует. Третий завод — это действующая площадка Солерса в Елабуге. Когда-то там выпускались кроссоверы Эксплойер и Куга, а последние годы — крайне успешное малотоннажное семейство Ford Transit. В прошлом году продано больше 20 тысяч автомобилей. Под выпуск турбодизелей 2.2 Солерс выкупил у Форда моторный завод. И вместе с новым двигателем российский Transit должен был получить масштабное обновление. Новый интерьер, современные электронные ассистенты плюс коробку-автомат. Что теперь будет с гарантией на уже проданные автомобили, информации пока нет. Но Солерсу явно придется поддерживать клиентов в одиночку, налаживая поставки запчастей из Турции, где расположен основной завод по транзитам. Будущее площадки в Елабуге не прояснилось. В сентябре Солерс заключил с Минпромторгом обновленный специнвестконтракт, по которому обязался выпускать коммерческие автомобили под собственной маркой Солерс. Что это будут за машины, по-прежнему не объявлено, хотя сборка двух моделей — капотной и бескапотной компоновки — должна стартовать уже в этом году. От разработчиков мы знаем, что речь идет о китайских джаках, например, цельнометаллическом фургоне Sunray, с которым мы знакомились весной на выставке CTT. В Казахстане такие машины уже делает завод Сарарко Автопром, а в Бресте свою версию собирает и белорусский МАЗ, даже наклеивая на решетку радиатора своего Зубра. Недавно их начали поставлять и в Россию. Так что и лабужский Sunray, если Солерс действительно поставит его на поток, окажется лишь третьим конкурирующим проектом. Казахстан Казахстан Казахстан